Офицерское собрание России гонит время вперёд и, не дожидаясь высочайшего соизволения, уже выдвинуло своего кандидата к выборам президента. Если не будет, конечно, в предстоящих выборах президента Российской Федерации в 2024 году. Лозунги офицерского собрания мало никому не покажется. Кадровая революция – это иллюстрация всех врагов народа. Будут финансово обезжирены, то есть раскулачены все олигархи. Будет возвращён прежний пенсионный возраст, развитие производства, сельского хозяйства. Разорвём дипломатические отношения со всеми недружественными нам странами. Выкрепим рубль, обменяем паспорта. Политика миграции будет ноль. На Украине мобилизация вступает в новую фазу. За уклонение от призыва будут объявлять в розыск. Посол Китая во Франции Лу Шае на окажущийся каверзным вопрос журналиста Чей Крым доходчиво объяснил непонятливому французу, что все страны равны, но некоторые равнее. Тележурналист, кажется, ничего не понял. Примечательно, что ТАСС такие новости игнорирует. Мы – нет. И вдогонку депутаты Европарламента тоже ничего не поняли и призвали МИД Франции выслать Лу Шае из страны. Рубрика «Ихонравы». Рабочий день на складах «Уайлдберрис» заканчивается досмотром и раздеванием до нижнего белья. Рискнем добавить в сводку немного сановной желтизны. Евгений Пригожин рассказал, что сын Дмитрия Пескова анонимно служил артиллеристом в его ЧВК и даже получил госнаграду. Артиллерист? Артиллерист. А, ну, то есть вы профессии? Базовые навыки получил, но уже боевой опыт только здесь, на месте. Песков ко мне обратился за советом летом этого года. Так как его сын собрался ехать на войну, и отговорить его было бесполезно. По подложным документам я его взял к себе. И тут уместно задать вопрос, например, товарищу Владимиру Соловьеву Вечернему и всей компании, с кем ваши дети мастера культуры? В гордом вынужденном одиночестве Сергей Лавров отправился на заседание САББЕЗООН. Америка не выдала визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра. В отместку Лавров на вопрос о судьбе зерновой сделки бросил. Красивое платье. А чего вы еще хотели? Да здравствует свобода слова. И еще. Свободу осьминогам. Тут мы сделаем маленькое отступление. Хотя мы используем исключительно заслуживающие доверие источники, некоторые современные новости настолько абсурдны, что мы на всякий случай их будем обозначать соответствующим титром. Белая горячка. Горячка белая. Итак, свободу осьминогам. В Мадриде защитники прав животных требуют остановить строительство фермы по разведению осьминогов. Ага. Коров, коз и овец разводить ничего. Корида и забеги с быками ничего. А вот осьминоги чего? Министр обороны Эстонии Ханно Певку четко сказал, что контрнаступлению Украины мешает погода и что оно начнется через месяц или через два. Мы попытаемся уточнить прогноз в Министерстве обороны Тринидад и Табага у министра гонорабле Федеральда Этельберта Химса. Хотя есть и другой прогноз прямо от Евгения Пригожина. Как только будет взят Бахмут, Зеленскому будет необходима величайшая победа. И для этого он начнет то самое контрнаступление. Из Fox News уволили Такера нашего Карлсона. Какая досада. Но вы не беспокойтесь. Мы с вами. И мы знаем, как вправлять мозги не хуже Карлсона, который теперь не живет на крыше. И на закуску. Здесь вам, не тут. Президент США Джо Байден успешно исполняет роль полномочного представителя Виктора Степановича Черномырдина на этом свете. На этот раз он выдал. Мы знаем, что нет, нет такого. Есть, есть еще столько всего, чтобы закончить работу. Кто не понял, я не виноват. И, кстати, знакомьтесь, кандидат президента США объявил таки, наконец. Субтитры создавал DimaTorzok